Приветствую в магазине Горные вершины. Поговорим о палках для беговых лыж. На что нужно обратить внимание при выборе палок? Первое. Материал древка. Из чего бывает древка? Из стекловолокна, из алюминия или из композитных материалов с различным процентным соотношением стекловолокна и карбона. Стекловолокно. Это самые дешевые палки на рынке. Палки из стекловолокна обладают очень низкой осевой жесткостью. Соответственно, КПД отталкивания у таких палок низкий. Кроме того, такие палки достаточно легко ломаются и не подлежат восстановлению. Алюминиевые палки. Они тяжелее, чем палки из композитных материалов и из стекловолокна. В целом, это хороший вариант, как тренировочные палки или палки для начинающих спортсменов. Плюсы в том, что они прочные, их не так просто сломать. Хотя сломать их, конечно, можно. В восстановлении они потом тоже не подлежат. Палки из композитных материалов. В зависимости от стоимости в древке таких палок различные соотношения стекловолокна и углеволокна, то есть карбона. Чем выше процент карбона, тем палка жестче. Выше осевая жесткость, выше КПД, лучше передача усилия. Топовые палки, как правило, сто процентов из карбона. Палки очень жесткие, но минусы в том, что они боятся точечных ударов. Плюс в том, что они практически полностью ремонтопригодны, то есть палку можно восстановить. Второй момент, на который нужно обратить внимание при выборе лыжных палок – материал ручек. Пластик с резиновыми вставками, либо пробковое напыление, либо ручка полностью из массива пробки. Плюсы у ручек с резиновыми вставками в том, что они недорогие, в то же время обеспечивают достаточно надежный охват. Минусы в том, что резиновая ручка достаточно быстро истирается. Пробковые ручки обладают надежным сцеплением. При мокром падающем снеге, либо в сухую погоду, вы одинаково уверенно будете держаться за ручку и производить отталкивание. Минусы ручек, особенно вот таких вот с пробковым направлением, в том, что если у вас недостаточно хорошо поставлена техника отталкивания, то есть вы придерживаете палку большим пальцем, в этом месте она достаточно быстро будет протираться. Следующий момент – темляк. Бывает двух конструкций. Капкан более продвинутый. Плюсы этой конструкции в том, что она эргономична, обеспечивает правильную работу рук при отталкивании. Минусы в том, что руку с застёкнутым темляком бывает не так просто освободить. Практически на всех топовых моделях реализована система быстрого защелкивания темляка, клик так называемая. У всех производителей она реализована по-своему, но суть у всех одинаковая. Вы можете легким движением отстегнуть темляк, таким образом освободить кисть руки и также быстро застегнуть. Второй вариант темляков – это петля. Плюсы в том, что она достаточно легко надевается. Минусы в том, что нужно контролировать положение ручки при отталкивании, то есть палку достаточно легко потерять. В случае, как с капканом, она вам в руку просто так не вернётся. Следующий момент – лапка может быть как большая туристическая, хороша на мягких трассах, на туристических лыжнях, так как меньше проваливается в снег. Маленькая гоночная. Обычно применяется на спортивных палках, на палках топовых для гонщиков. Плюсы такой лапки в исключительно низком весе. Минусы в том, что она рассчитана на жёсткую, хорошо подготовленную трассу. И, пожалуй, последний момент, на который стоит обратить внимание при оборе лыжных палок – это материал острия. Остриё может быть твердосплавным, либо из обычной недорогой стали. Плюсы наконечника из обычной стали в том, что лапка такая недорогая. Минус в том, что она достаточно быстро затупится. Твердосплавный наконечник, наоборот, сохранит остроту достаточно долго в протяжении времени. Я думаю, ни для кого не секрет, что лыжные палки для конькового и для классического хода должны быть разной высоты. Для конькового хода палки подбираются обычно по формуле рост минус 15-20 см, для классического хода рост минус 25-30 см. В зависимости от вашего индивидуальных особенностей техники, от вашей формы, от степени пересечённости трассы, по которой вы катаетесь, палки могут по высоте варьироваться. Можно брать палки как чуть-чуть повыше, так и чуть-чуть пониже. Вот это, в общем-то, все основные моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе лыжных палок. Удачных покупок! Увидимся в следующем видео!